В сегодняшнем выпуске я расскажу вам о ранних признаках проблем с печенью, которые помогут предотвратить опасные последствия. Печень – это самый большой внутренний орган человеческого организма, выполняющий важнейшие функции, это в том числе обезвреживание чужеродных веществ, удаление избытка гормонов, хранение энергетических резервов и витаминов, а также участие в кроветворении и многое другое. Поэтому проблемы, возникающие при заболеваниях печени, касаются всего организма. В целом, особенность течения болезни печени в том, что в органе отсутствуют болевые рецепторы, недуги протекают без выраженного болевого синдрома, человек ощущает боль только тогда, когда печень уже значительно увеличилась в размерах. Поэтому нужно обращать внимание на проявление любых тревожных симптомов. Здоровая печень является основой здоровой жизни, поэтому крайне важно своевременно выявлять первичные симптомы заболеваний и проблем с печенью, и незамедлительно начинать лечение. Признаки проблем с печенью. Большинство патологий печени протекают без видимых проявлений, и обнаружить проблему можно только по результатам лабораторных анализов. Если есть предрасположенность к проблемам с этим органом или другие факторы, провоцирующие их развитие, рекомендуется периодически обследоваться. При развитии болезни печени важно обнаруживать симптомы, нельзя игнорировать даже малейшие отклонения. Для этого необходимо знать, какие признаки могут указывать на проблемы с печенью. Кожный зуд, шелушение клетки печени, активно вырабатывает желчь, которая принимает непосредственное участие в процессах, протекающих в пищеварительной системе. После обработки в печени желчь по специальным каналам направляется в желчный пузырь. В случае возникновения малейших нарушений функциональности печени, желчь начинает скапливаться и перестает поступать, что в свою очередь приводит к ее застою. Впоследствии эти факторы провоцируют зод и шелушение кожи. Иногда наблюдается болезненное ощущение. Проблема такого рода говорит о перегруженности печени или скоплении большого количества желчных кислот в тканях органа. Зуд при проблемах с печенью может быть локализован на подошвах ног, ладонях, других частях тела. При наличии такого симптома можно отметить, что он усиливается ближе к ночи и при согревании тела, к примеру, после принятия горящего душа. Изменения кожи из других типичных кожных проявлений можно отметить точечные геморрагические высыпания, множественные синяки, холестериновые отложения в виде желтых пляшек на кистях, локтях, стопах и веках. При длительно текущих заболеваниях печени наблюдаются характерные изменения ладони. Пальмарная эритема может возникнуть симметрией. Это покраснение кожи в области возвышения большого пальца и мизинца. При надавливании кожи бледнеет, затем возвращается к прежнему цвету. Трещины на пятках. Печень должна постоянно вырабатывать желчь, которая помогает организму насыщаться этими жирными кислотами, а также витаминами ЕЦА и В3. Эти витамины необходимы для поддержания кожного покрова в тонусе. В случае, если печень работает плохо и неправильно, желчь вырабатывается в недостаточном количестве, в последствии организма не получает необходимые вещества. По этой причине кожа становится сухой. Если своевременно не устранить проблему, это может привести к осложнениям. Поэтому необходимо как минимум скорректировать рацион питания и соблюдать питьевой режим. Лучше обогатить питание зеленью, овощами, фруктами, ягодами и цельнозерновыми кашами. Отеки проблемы с печенью могут привести к проблемам с почками и кровеносными сосудами. Нарушение в работе у системы приводит к застоям воды, скапливанию солей в подкожной ткани. Это выражается появлением точечных отеков, в основном на ногах. Выпадение волос. Нередко при болезнях печени наблюдается ускоренное выпадение волос. Печень перерабатывает практически все питательные вещества, поступающие в организме. Если функция печени страдает, то страдает и снабжение организма строительными материалами для растущих тканей. Поэтому раны заживают медленнее, могут быстрее выпадать волосы. Повышенное потоотделение. Если концентрация вредных соединений в клетках печени высокая, орган начинает работать в усиленном режиме, из-за этого появляются симптомы чрезмерной потливости, повышается температура тела. Постоянное чувство усталости, если в тканях печени скопилось большое количество вредных веществ. Организм направляет силы на ее очищение, из-за чего возникает сильная усталость. Утомляемость не проходит даже после крепкого сна. Для хорошего отдыха этот симптом особенно важен, если в случае человек не подвергается чрезмерным физическим нагрузкам и не испытывает стресса. Токсины и шлаки при скапливании в организме провоцируют замедление работы желудочно-кишечного тракта и пищеварительных процессов. Чтобы клетки снабжались энергией, в организм должны быстро поступать питательные вещества из продуктов питания. При замедлении пищеварительных процессов человек часто утомляется, не высыпается, у него пропадает желание чего-либо делать. При развитии проблем печень плохо справляется с очищением крови. Из-за этого все органы подвергаются кислородному голоданию. Это в свою очередь существенно снижает работоспособность, нередко возникают проблемы со сном. При высокей концентрации вредных веществ в организме усиливается выработка гормона кортизола, который контролирует сон и оказывает влияние на процесс засыпания. Постоянные проблемы со сном могут навредить здоровью. Следует насторожиться, если наблюдается повышенная сонливость, трудности с концентрацией, чувством апатии и подавленное настроение. Это первые признаки проблемы с печенью. Лихорадка. Высокая температура обычно является маркером активного процесса. Воспаление в печени, в желчном пузыре и протоках. Зачастую у людей с постоянной болью в области печени наблюдается незначительный подъем температуры до 37 градусов. При циррозе показания термометра могут достигать 38 градусов. Иногда колебания наблюдаются в течение дня. Чаще проявляются с наступлением вечера фибрильная лихорадка и сопровождаются такие заболевания, как острый холецистит, лонгит, гепатит, активный цирроз, абсцесс печени, субфибральная температура. Отмечается при хронических заболеваниях печеночные колики. Неприятный запах изо рта часто появляется, когда печень начинает работать на износ, прикладывая все усилия для очищения и выведения вредных соединений из организма. Желтуха. Паренхематозная желтуха обусловлена повреждением печеночных клеток. Она развивается обычно постепенно на протяжении длительного времени, так что сам пациент не замечает ее появления. Желтеют в первую очередь склеры, мягкое небо, нижняя сторона языка, позже ладони, подошвы, стоп, потом желтеет вся кожа. Цвет кожных покровов при печеночной желтухе шафранного желтый или оранжево-механическая. Желтуха является следствием закупорки общего желчного протока камнем или опухолю. Возникает она внезапно, нарастает очень быстро, цвет кожи от зеленовато-желтого до темно-оливкового. Подпеченочная желтуха сопровождается сильнейшим кожным зудом. Увеличение живота. Практически все диффузные заболевания печени сопровождаются увеличением ее размеров. При портальной гипертензии одновременно с печенью увеличивается и селезенка. У истощенных больных отмечается выраженная асимметрия живота с заметным выбуханием увеличенной печени. Причиной метеоризма становится затруднение пищеварения при портальной гипертензии. Происходит скопление жидкости в брюшной полости. Ее объем может достигать нескольких литров. Живот при асците выглядит отвислым. Пупок при этом выступает. Сосудистые звездочки. Появление сосудистых паутин на теле – это один из первых сигналов о проблемах с печенью. Данный признак говорит о том, что в клетках органов в больших количествах скапливаются эстрогены. Если этого компонента в организме много, он оказывает негативное воздействие на сосудистую систему. Некоторые сосуды кожи могут увеличиваться в размерах до 2-5 мм. В результате они становятся более выраженными и заметными. Сосудистые звездочки могут наблюдаться и на ногах, кистях рук, спине, шея. Красные точки на теле. При серьезных проблемах с печенью на теле начинают появляться красные или коричневые точки. Такая сыпь может доходить вплоть до ступней. Точки появляются разных размеров, начиная от мелких, заканчивая небольшими бляшками. Они появляются из-за ухудшения состояния кровеносных сосудов и нарушения кровообращения. Именно в нижних частях ног в первую очередь появляются первичные признаки проблем с кровообращением. Диспепсия. При заболеваниях печени могут наблюдаться диспепсические появления в виде отрыжки, тошноты, рвоты, диареи, запора, ощущения тяжести после приема пищи, сдутия живота из-за повышенного метеоризма. Из-за нарушения пищеварения и всасывания жиров происходит качественное изменение стула. Любые заболевания, как правило, сопровождаются изменением перистальтики и секреции кишечных желез. На этом закончим ролик. На канале можете найти много интересных видео о пользе и вреде овощей и фруктов, а также о болезнях и способах их лечения. Поэтому прошу не забыть подписаться на канал и нажать на колокольчик. Еще буду благодарна, если поставите лайк и поделитесь роликом с родными и близкими. С вами был канал Здоровый Организм. До новых встреч!